Уголовное дело в отношении Башкана Гагаузии Евгении Гуцул отправили в суд. Об этом сообщили в антикоррупционной прокуратуре. Также по делу проходит секретарь главного офиса неконституционной партии ШОР. Гуцул обвиняют в получении почти 42,5 миллиона флеев от преступной группировки. Доказательства собрали антикоррупционная прокуратура совместно с Национальным антикоррупционным центром и Службой информации и безопасности. С помощью доказательств было установлено, что Евгения Гуцул в период с 2019 по 2022 годы работала секретарем в отделе мониторинга планирования и контроля бывшей и теперь неконституционной партии ШОР и активно участвовала в деятельности по систематическому ввозу в Молдову неучтенных финансовых средств, полученных от организованной преступной группировки. Эти средства тратили для финансирования деятельности партии. Уточняется, что деньги Гуцул возила в основном из России. Также предполагается, что она координировала деятельность нескольких офисов партии. В пресс-релизе указывается, что сообщница Гуцул, которая руководила главным офисом политформирования в Кишиневе, получила от преступной группировки 9 миллионов 700 тысяч леев. Их потратили на организацию протестов и выплаты вознаграждений членам партии. Обвиняемые настаивают на своей невиновности. В качестве физических лиц башкану и секретарю грозит до 92 500 леев штрафа, до 7 лет тюрьмы и запрет занимать определенные должности. Для юридических лиц штраф составляет до 450 тысяч леев или ликвидация. Позднее передача уголовного дела в суд прокомментировала Евгения Гуцул в телеграм-канале. Башкан считает процесс сфабрикованным и убеждена, что его инициировали по распоряжению президента. «Сегодня в суд передали сфабрикованное уголовное дело против меня. Материалы в инстанцию направила прокуратура по борьбе с коррупцией. А борется она по указке Санду только с теми, кто делает жизнь в своей стране лучше». Гуцул утверждает, что предвидела действия правоохранительных органов и готова продолжить борьбу за благополучие граждан. В Кабмине назначили новых руководителей. На заседании 24 апреля министры одобрили кандидатуру бывшего мэра Силаги Дигич на пост директора агентства МОЛ-Силва. «Се пропуне нумиря дому Виктор Дурбала, в функция де директор агентства МОЛ-Силва, дин субордина Министерства Медиулы, дин дата де 25 апреля 2024». Также на заседании правительства гендиректором агентства межэтнических отношений был назначен национальный эксперт в области культурологии Вячеслав Репчинский. Он вступит в должность 29 апреля. Кроме того, Марина Бзовой была назначена администратором Молдова Innovation Technology Park на пять лет. 5 тысяч тонн мазута из резервов государства придется сжечь, поскольку резервуары переполнены. Это решение Кабмин принял 24 апреля. Мера призвана предотвратить потерю всего объема мазута. Власти объяснили, что в такой ситуации неизбежны загрязнения окружающей среды и финансовые потери. Условия, которые потребовали разработать проект, касаются двух резервуаров компании «Термоэлектрика». Они вышли из строя, а в резервуарах номер один и номер четыре была превышена норма хранения на 10%. Такая ситуация ставит под угрозу правильное функционирование резервуаров и повышается возможность их выхода из строя. Существует риск потери всего мазута, который находится в госрезерве. В течение 12 месяцев термоэлектрика должна будет вернуть в государственный бюджет более 102 миллионов леев за израсходованный мазут. На шаг ближе к современному и удобному залу для тренировок. В правительстве одобрили предоставление 1 миллиона 300 тысяч леев из резервного фонда на ремонт здания для ансамбля хечений из Сынжирейского района. Кабмин принял решение на заседании 24 апреля. Напомним, что ансамбль народных танцев хечений из Сынжирейского района впечатлил публику и жюри на конкурсе «Румыний Аутталент». Танцоры тут же получили возможность пройти сразу в полуфинал. Митрополит Владимир призвал священников, которые добровольно покинули православную церковь в Молдове, поразмыслить над ошибками, покаяться и вернуться в лоно церкви. Призыв прозвучал 23 апреля на заседании Синода православной церкви Молдовы. Недопустимо и глубоко прискорбно отворачиваться от священных обязанностей по каким-либо мирским или личным причинам. Ошибки надо признавать, а факты – исправлять. Крайне важно, чтобы вы осознали серьёзность создавшейся ситуации и негативное влияние на тех, кто считал вас духовными пастырями. Отметим, что Православная церковь Молдовы сохраняет свой статус самоуправляемой части Русской Православной Церкви, несмотря на призывы некоторых священников присоединиться к Бессарабской митрополии. С начала войны в Украине более 60 церквей перешли в Бессарабскую митрополию. Водитель пассажирского автобуса пытался провести в Молдову 600 тысяч гривен. Это более 270 тысяч леев. Таможенники КПП Леушены обнаружили денежную контрабанду 23 апреля. Автобус ехал из России. Сотрудники таможни опросили водителей и пассажиров, есть ли у них какие-либо товары, подлежащие декларированию. Однако все ответили, что декларировать им нечего. В результате таможенного контроля транспортных средств и багажа были обнаружены три чёрные сумки одного из водителей, в которых среди одежды спрятали деньги. 45-летний мужчина, гражданин Республики Молдова, не предоставил объяснений о целях перевозки финансовых средств. Таможенники изъяли деньги, ведётся расследование. Необычное погодное явление. Над Молдовой прошло облако пыли из Сахары. Утром 24 апреля водители обнаружили, что их машины покрыты тонким слоем песка. Одни жители столицы рассказали, что были к этому готовы, другие сильно удивились. Знаю, что была буря. Я просто не заметила именно дождь. Поэтому я не удивилась. Нет. Как вы думаете, могут быть какие-то последствия для здоровья? Думаю, нет. А мы обсервали, что остальные шеи не аффективны пылью. Не аффективны алчего пылью. Что вы подумали? Что это песчаные бури какие-то. Представители Агентства по охране окружающей среды уточняют в пресс-релизе, что капли дождя с сахарской пылью не представляют существенной опасности для здоровья, за исключением людей с респираторными заболеваниями, например, с астмой или бронхитом. Частицы пыли смешали с каплями дождя и осели на поверхности почвы. Согласно наблюдениям, которые Агентство по охране окружающей среды провело на автоматических станциях в муниципе Кишинёв и селе Матиуц Резинского района, в воздухе превышение значений концентрации PM10 и PM2,5 не зафиксировано. Румынию присыпало пылью намного сильнее. Толстый слой накрыл машины из нескольких регионов соседней страны, а местами на улицах был заметен песок. Но больше других стран пострадала Греция. Оранжевое небо произвело фурор в социальных сетях, а волна сахарской пыли превратила Афины в город во время апокалипсиса. Ежегодно из пустыни Сахара выбрасываются от 60 до 200 миллионов тонн минеральной пыли, а мельчайшие частицы могут путешествовать на тысячи километров и часто достигают Европу. 24 апреля страны мира отмечают день модной революции. Его задача – привлечь внимание к условиям труда в швейных цехах, к реальной цене и скрытому влиянию одежды. Многие до сих пор не придают значения тому факту, что немалое количество модных вещей создают ценой дешевого труда в ужасных условиях. Отметим и тот момент, что брендовая вещь в десятки, а то и в тысячи раз дороже копии. Но стоит ли гнаться за модой или лучше прислушаться к своему чувству стиля. Спортив, джиндж и классик. Немного экстравагантного. Ну, это, я думаю, что бренды, которые, даже если их купят, будут акцессивны, как и эти пляжи центральной. Жители Кишинева, вне зависимости от пола и возраста, стараются следить за собой и больше придерживаются собственного стиля, чем отслеживают мировые тенденции. Ну, а некоторые воплощают свои дерзкие задумки и не боятся демонстрировать их широкой публике. Поскольку одежда – это тоже искусство, у произведения искусства всегда есть автор, и ему не обязательно быть всемирно известным. Меня зовут Ната, я дизайнер одежды и создатель бренда. У нас в Молдове, ну, скажем так, уровень фэшн гораздо ниже, чем за границей, но в этом есть один прекрасный большой плюс. Это чистый холст, на котором можно начать делать что-то интересное и крутое, и те люди, которые это ищут, они потянутся, а в Кишиневе и Молдове они точно есть. Как ни парадоксально, у начинающих дизайнеров и всемирно известных модельеров больше общего, чем может показаться на первый взгляд, ведь все вещи шьют вручную, и процесс этот не из простых. Я полностью создаю от первоначального эскиза дизайна до конечного результата, то есть это съемка, и все процессы пошива, отбора тканей, материалов, лекал. Это, скажем так, сэмпл. Я в каждой коллекции делаю сэмпл, то есть это то, в чем снимается модель, то, что люди могут примерить, пощупать, потрогать, если у них есть возможность сделать это в Кишиневе. Если нет, то это все шьется и делается по меркам. Словосочетание «неделя моды» на слуху даже у человека, который мало интересуется одеждой. Эти показы обычно проводят два раза в год для демонстрации весенней и осенней коллекций, то есть у дизайнеров есть полгода, чтобы придумать, чем удивить публику. Но это при условии, что вы известный деятель в модной индустрии. Если это мой случай, то я за несколько месяцев, где-то 3-4 месяца, я должна сделать около 12-20 изделий. Это очень много. Я вначале это придумываю, затем я это рисую, затем я думаю, как это можно построить, как сделать лекало, как это смоделировать, какую ткань выбрать. Процесс создания настоящего произведения искусства занимает уйму времени, но в арсенале каждого мастера есть свои секреты и помощники. Если есть любовь к драпировкам, к каким-то играм с тканями, то манекен – это прекрасная возможность. Также есть еще вообще муляжный метод. Это когда ты просто берешь ткань, ты накладываешь на манекен и что-то создаешь по форме, которая у тебя есть. Есть вариант с конструкцией, там где ты снимаешь обхваты человека, где ты это все строишь. Там меньше ошибок, потому что правильная конструкция, хорошо снятые мерки – это залог хорошего изделия и хорошей посадки. С этого момента в дело вступают модели. Они первыми примерят и, самое главное, покажут публике результат долгой работы модных дизайнеров. И только после всех этих этапов вещь попадет в руки будущего покупателя, и тот сможет принять решение, что же все-таки надеть. Упаковка продуктов – это как биография человека. Она содержит всю самую важную информацию. И если покупатель ценит свое здоровье, то, как правило, внимательно изучает этикетки. Проверять стоит не только срок годности, но и состав, особенно если вы аллергик. Команда Ньюсмейкер узнала у жителей столицы, сколько внимания они уделяют этикеткам на продуктах. Не столько на этикетке, сколько смотрю на код, потому что перепутано страшно. Ну и сроки стараюсь смотреть. Это очень важно. Это наше здоровье. Продукты должны быть качественные. Часто смотрю. Если я уже знаю товар, то я уже смело беру. Не особенно, к сожалению. Знаю, что нужно, нужно читать состав, но вообще у меня это не принято. Как-то нет такой привычки. Знаю, что если, допустим, продовольственные продукты содержат Е, то это что-то неполезное для организма. Это какой-то такой состав, компонент химический, который вредит здоровью. Вообще смотрю. О, классная этикетка. Мне понравилась. Я ее взял и пошел. Я знаю то, что я беру, скажем, к примеру, вот кетчуп. Я его знаю. Я его сколько пробовал, зачем мне читать, из чего он сделан. Нормально, нормально. Я здоровый, целый, невредимый. По крайней мере, на дату всегда, а на остальное когда как. Каждый, то, что употребляет, то, что кушает, должен знать, что там. Потому что вокруг очень много химии, очень много подделанных продуктов. Это важно, но мы, во-первых, надо очки всегда брать с собой, понимаете? А это не всегда получается. А во-вторых, очень мелко всегда написано, и ты можешь даже в очках не прочитать то, что вообще-то там написано, и ты должен был прочитать. Вот. А так не заморачиваемся. Очень много фальсификаций. Еще сейчас, в общем-то, где-то как-то некоторые описывают содержание. А вообще, иной раз мы берем продукты, особенно те, которые поступают в больших упаковках, мы же не знаем, что там содержится, что туда кладут, какую, извините, отраву. Да, я обращаю внимание на качество продуктов, на содержание. Верю, что наши фирмы, которые занимаются этими делами, не обманывают покупателей.